Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях прекрасная женщина, заслуженная артистка России, королева сцены Елена Всеволодна Сафонова. Елена, скажи, пожалуйста, вы счастливый человек? Здравствуйте, меня сегодня пригласили поговорить на тему, которая для нас всех важна, и я уверена, что любой человек, на Земле нет ни одного, который бы хоть раз в жизни не задумался о том, что такое счастье, счастлив ли я, и как быть, что нужно делать, чего не нужно делать для того, чтобы вообще быть счастливым, и нужно ли это вообще кому-то. Я просто, наверное, может быть, я очень счастливый человек, наверное, это случилось просто от рождения, у меня было очень счастливое детство, я очень благодарна своим родителям, потому что я потом объясню, вот сейчас я скажу очень важную вещь, потому что меня с детства очень строго и серьезно приучали к тому и учили слова «можно», «нельзя», «плохо», «хорошо». Это очень важные слова, они банальные, но с этого начинается счастье или кончается на этом, и начинается несчастье. Вы знаете, я думаю, что… Вот почему, например, я считаю, что я очень счастливый человек, потому что мне кажется, что для счастья, на самом деле, любому человеку, нам всем, вообще каждому, нужно очень немного. Просто мы так суетно живем, мы так увязаем в суетности, вот в этой суете, в этой ежедневности, что мы забываем о том, что мы вообще живем на Земле. Мы об этом просто не помним, мы так увлекаемся нашими проблемами, и наши реакции, наши вспышки, наш гнев, наше негодование, вот весь негатив, который у нас есть, он настолько неадекватен происходящим событиям. Вот если вы на секундочку, вот сидя за рулем, хорошей, крепкой, иностранной машиной, красивой, ну порадуйтесь тому. Вы же не на раздолбайке какой-то ездите, вы ездите на красивой, хорошей машине. Это уже радость в жизни. А наши реакции, они настолько неадекватны той ерунде, из-за которой мы сердимся, из-за которой мы ругаем друг друга, нападаем друг на друга. Это все этого не стоит. Это убивает счастье в нас самих. Как только мы себя начинаем ловить на той мысли, что, Господи, Боже мой, я здоров, здоровы мои дети, они счастливы, здоровы мои родители, это разве это не счастье? Это огромное счастье. Вот никогда просто не забывайте об этом, ловите себя на этой мысли, я здоров, со мной ничего не произошло, мои близкие рядом со мной, это уже счастье. Вообще вот для счастья нужно, я вот с этого начала, очень немного. Вот мне, например, нужно, на самом деле, достаточно мало. Я вот недавно, совсем недавно, мне уже лет немало, я совсем недавно построила себе маленькую дачку. Это небольшой домик. В юности я мечтала, ой, когда-нибудь у меня будет дом, это будет огромное такое, с колоннами, там, с балконами, с тыры-пыры. Вот сейчас я понимаю, что мне это все абсолютно не нужно, потому что для того, чтобы это достичь, я должна пахать, как лошадь, я должна обо всем забыть, я должна забыть про дом, про детей, про моих зверей, коих у меня достаточно много, и они тоже дарят мне счастье. Я должна обо всем забыть и пахать, 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 чтобы заработать кучу денег, и вот я построю этот дворец, зайду туда и обнаружу, что счастье я не испытываю, потому что счастье – это ощущение, это ощущение внутреннее согласия с самим собой, это адекватность самому себе, своим потребностям. Конечно, потребности у каждого человека разные, но просто обязательно надо задать себе вопрос, а мне что, вот так много надо? Мне надо очень много золота, мне надо очень много денег, потому что очень многие люди ощущаются, ну, как бы представляют себе несчастье, вот, я несчастный человек, потому что я мало зарабатываю. Вы знаете, я не думаю, что это есть несчастье, потому что, ну, во-первых, из любой ситуации есть выход. Это просто, знаете, такие практические неприятности, которые случаются в жизни каждого человека. Это неприятности, это не горе, это не несчастье. Вот из любой ситуации всегда можно найти выход. Да, не хочется брать кредит, а потом платить проценты, и вообще выплачивать это. Ну, не хочется, но это не горе, это всего лишь неприятность. А мы тонем в этом и начинаем воспринимать вот эту вот бытовуху нашу повседневную как несчастье, ребята, мы не несчастны. Каждый человек, родившись, может, может составить счастье самому себе. Просто надо думать, надо размышлять, надо читать книги, надо правильно воспитывать людей. И вот я опять возвращаюсь к воспитанию, что делали со мной родители. Меня воспитывали строго, меня не баловали, но я росла в любви, я понимала, что меня любят. Мои родители никогда при мне не ругались. Ну, в смысле, я никогда не слышала каких-то слов, вот, мата, упаси Божию. Это вообще не было. Это считалось, что? Не дай Бог, это просто. И, то есть, я росла в каком-то таком вот пространстве. Не то, что я была огорожена от каких-то неприятностей жизненных и так далее, но в моем детстве вот папа меня вообще никогда не ругал. Он мне, если ему надо было что-то донести, какую-то мысль до меня, он просто смотрел на меня внимательно, а потом объяснял мне, вот, что сейчас было не так. Вот тебе самой понравилось, что ты сделал мне вот так, мне неприятно. Вот, вообще, я думаю, что мы должны как можно больше стараться делать друг другу что-то хорошее. Пусть это будет маленькое, банальное, но мы должны, вот, увидели что-то, вот, пусть это незнакомый человек, но что-то, я не знаю, что-то его то ли прихватило, что-то он споткнулся. Ну, не стесняйтесь быть добрыми. Подойдите, скажите, вам помочь, я вас побеспокоила, извините, не буду. Ну, надо, надо улыбаться друг другу, надо быть более дружелюбными, потому что это вы подарите счастье не другому, это вы подарите счастье самому себе, потому что быть добрым, быть хорошим, вот это приятно. Вот когда ты совершаешь, вот опять же в детство возвращаясь, вот почему когда вот ты нахулиганишь, тебя родители наказали, а потом ты подошел и сказал, мама, папа, ну, простите, я больше не буду. Все, простили, все хорошо. И прям как гора с плечи, тебе хорошо, потому что ты хороший. Вообще быть хорошим, это приятно. От этого во многом зависит наше ощущение счастья. Быть хорошим. Ребята, давайте, правда, будем стараться как-то, ну, просто быть дружелюбнее друг другу, как-то внимательнее, давайте улыбаться. Вот стоя в пробках, вот, кстати, сказать, в московских пробках ужасно, вот мы же все друг на дружку из своих железных коробочек вот так вот смотрим, рассматриваем друг дружку. Давайте вот не вот так вот будем рассматривать, а будем начнем улыбаться, что мы как дураки все в одной пробке, как кильки, сидим в своих железных баночках. Давайте будем, начнем потихоньку улыбаться. Вот почему нам всем нравится ездить в Европу? Ведь всем нравится, что бы там ни было, но нам нравится. Знаете почему? Потому что вы там идете по улице, и навстречу идет человек, и совершенно незнакомый, и, встретившись с вами взглядом, он улыбнется. Вот мы не улыбнемся, а они улыбнутся, и нам это приятно. И поэтому мы попадаем в атмосферу комфорта, где мы понимаем, что выйдя на улицу, у нас вот посторонний человек, он не обидит. Ну, не обидит, а мы обидим. Это очень простая вещь. Просто надо, вот даже не хочется, вот настроение плохое, но все равно вот через силу просто возьмите и улыбнитесь кому-нибудь, постороннему человеку. Вам от этого будет легче. И вот это рождает, начинает рождать ощущение счастья пребывания на земле. Это огромное счастье, что мы живем. Жизнь такая короткая, это какой-то кошмар. Просто ужасно короткая. Поэтому надо успеть ею насытиться, вот, чтобы тебе было здесь хорошо. Вот почаще вспоминайте о том, что у меня все хорошо, я здоров, все близкие, любимые со мной. И это главное, это и есть счастье. А все остальное – это неприятности, это ни горе, ни несчастье. Вот это тоже важно различать, что неприятность, а что несчастье, ужас. Ирина Всеволодна, мы как раз в Академии счастья проходим, и наши есть такие практики, техники, есть там и улыбки, и делать добрые поступки. А скажите, пожалуйста, какие бы рекомендации дали бы нашим слушателям, нашим воспитанникам, чтобы они, используя их, стали более счастливыми, более добрыми, более успешными и здоровыми? Я как-то с удивлением узнала, что появилась Академия счастья. Я считаю, что это очень хорошая идея. И вот Альберт очень много мне, что успел, рассказал о своих мыслях, о своих идеях. И у него есть замечательная идея, что это как-то надо начинать, в общем, некий даже урок какой-то вводить в школах. Это вообще было бы потрясающе. Я, например, присоединяюсь просто обеими руками, мне кажется, что обязательно должен быть некий такой… Пусть он будет считаться для свободного посещения. Пусть сначала это будет не обязаловка. Но детям будут просто давать возможность поговорить друг с другом и вместе с преподавателем начать разговаривать, говорить о том, что им нравится, что не нравится, что они считают хорошим, что плохим. И друг к другу потихонечку они начнут выяснять, что как прийти к этому состоянию, что это такое счастье, как в нем живут и где оно. Вот мне кажется, это очень важная и хорошая идея. А вот я, например, знаете, что иногда делаю? Прямо с утра вот настроение плохое встало, хмуро, осень, все плохо, все. Я просто подхожу к окну. Я, например, с утра пью кофе. Вот для меня аромат кофе с утра не ничто это. Вот если я не выпью кофе, я просто не проснусь даже. И вот с этим кофе, с чашкой кофе я подхожу к окну, я чувствую этот аромат. Вот я смотрю на эту плохую погоду, на опавшую листовую, на сырую мостовую. Я просто понимаю, я живу. И все остальное, это не важно. Вот сейчас я поеду на работу, мне не очень хочется, мне лень. Но я живу. У меня все из того, что мне нужно в этой жизни, у меня все есть, мне большего не нужно. У меня есть все. Спасибо, Господи, что это все у меня есть. Я пью ароматный кофе, напиток, который я люблю. А вот чего бы я еще хотела в этой жизни? Да ничего, кроме того, чтобы вот все оставалось так, как есть. Ведь мы все хотим, чтобы наша жизнь продолжалась как можно дольше. Вот оставаться тут, несмотря ни на что оставаться тут. А для этого, ну, надо просто сбросить все то, что, груз вот того, что мы сами себе придумываем. Вот я подхожу к окну, пью кофе, смотрю и говорю себе, Господи, я есть. Все, вот все прекрасно. Осень, осень кончится. Это тоже не навсегда. Опять будет весна, опять будет лето, моя маленькая дачка, мои собаки. Я очень счастлива. Ну, вот такой совет могу дать. Ну, и, конечно, надо вот чисто физически просто заставлять себя, даже когда не хочется, ну, улыбаться, улыбаться людям. Просто идете по улице, вот идет навстречу человеку, ну, улыбнитесь, ему это же не трудно. И постепенно люди начнут улыбаться в ответ. Вот как у нас, например, в стране стали желать хорошего дня. Этого же раньше не было. А это просто вот мне это греет сердце, когда я слышу, как вот где-то в магазине, в кафе расплачиваешься, и уходишь, и тебе говорят, хорошего дня. Ну, это просто восторг. Это называется наше в городе. Это здорово. Ну, вот как-то вот такие вот маленькие. Огромное спасибо, Ленцовна. Не за что. И желаю вам большого или простого? Простого, маленького, любого счастья. Я вам тоже. Ну, у вас очень хорошая мысль вот про... Если наши какие-то важные министерства, там, департаменты примут к сведению о том, что вот о существовании такой идеи, мне кажется, это было бы вообще очень полезно, потому что воспитание счастья надо начинать с малолетства. Спасибо. Спасибо.